Люди, которые нас окружают. Что мы о них думаем? Что они думают о нас? Как мы реагируем на новости и события? Насколько сильно любим себя и уважаем наше окружение? Включай интеллект. Смотри, знай и анализируй. Распознавай токсичные модели поведения и меняйся в лучшую сторону. На телеканале Казахстанская Медиа Академия программа эксперта Эльдара Байгужаева. Берегите нервную систему. Здравствуйте! На канале Казахстанская Медиа Академия я Эльдар Байгужаев. Берегите нервную систему. Хотите узнать, умеете ли вы принимать или нет? Как вы могли получить такую программу? Что делать, если она у вас есть? Тогда начинайте. Неумение принимать. Каждый день мы обмениваемся с другими людьми энергией, информацией, финансами и другими ресурсами. И при этом важно уметь сохранять баланс между отдачей и принятием. Есть такой тип людей, которые очень много вкладывают во всех, пытаются помочь. И речь не только о финансах. Они готовы вкладывать все ресурсы. Время, знания, энергию, здоровье, связи, финансы и так далее. Это делается с большим усердием и без разбору. Это такая жизненная миссия всем помогать. Почему такие люди существуют? И в чем причина такой модели поведения? Первое. Дело в том, что когда ты начинаешь помогать другим, решать их проблемы, ты можешь отвлечься от своих. Но загвоздка в том, что отвлекаясь, убегая от своих проблем, ты не решаешь их, а лишь усложняешь ситуацию, так как они нарастают снежным комом. Второе. Приносит, пусть и краткосрочное, но удовольствие, так как у тебя есть ощущение своей нужности. Третье. Это возможность переживать эмоции от ситуации с другим, не находясь в этих неприятностях. Сложность в том, что потом эти события создаются в вашей жизни. Вернемся к ресурсам. Они не безграничны. У вас есть время, которое вы можете прожить, и оно ограничено. Хотя да, природа восполняет каждый день основные здоровье, жизненная энергия, сила и так далее, через питание, сон, воздух, которые вы трансформируете в другие ресурсы. Все они требуют восполнения и возврата. Природа как банк, а вы вип-клиент, которого она с удовольствием финансирует. Если вы будете условно продолжать брать один кредит за другим, причем даже не для себя, а для друзей, родственников, знакомых, и не возвращать, вам прикроют кредитную линию и прекратят финансировать. В жизни это будет выглядеть следующим образом. Вам перекроет возможность помогать. Более того, вы окажетесь в положении, когда помощь понадобится вам самим. Но ваше окружение не сможет или не захочет вам помочь, так как вы притянули к себе людей без энергии. Они питались вашим ресурсом, и когда выкачают их полностью, эти люди вас покинут. Даже обязательства не удержат. Самое неприятное, когда вы оправитесь и восстановитесь, эти люди снова возникнут в вашей жизни. Вы это воспримите как извинения, а на самом деле они вернулись в бесплатной энергетической кормушке. Если у вас есть следующие симптомы, то вы явно истощаете свою энергию и направляете не туда. Первое. Вы не умеете принимать подарки. Слова. Да зачем ты это купил? Не надо было. Ни ничего не надо. Второе. Не умеете принимать благодарность или комплименты. Не за что. Да пустяк. Не благодари. Да ладно. Третье. Вы постоянно пытаетесь в мыслях или действиях помочь окружающим, даже если вас об этом не просят. Четвертое. Вы платите за всех в ресторане или больше отдаете за подарок, чем принимаете. Пятое. Вам сложно просить деньги за свою выполненную работу. Шестое. У вас большое количество знакомых должны вам деньги. Причем они не торопятся отдавать, а вам неудобно напомнить. Тогда вам пора на консультацию. Мы видим, какие виды токсичных программ у вас есть и заменим их на здоровые. С вами Эльдар Байгужаев на канале Казахстанская Медиа Академия. Берегите нервную систему. Люди, которые нас окружают. Что мы о них думаем? Что они думают о нас? Как мы реагируем на новости и события? Насколько сильно любим себя и уважаем наше окружение? Включай интеллект. Смотри, знай и анализируй. Распознавай токсичные модели поведения и меняйся в лучшую сторону. На телеканале Казахстанская Медиа Академия программа эксперта Эльдара Байгужаева. Берегите нервную систему.